Дачный сезон на носу, а семян с гульки нос. В Чулябинской области серьезный дефицит на семена овощей. Количество семян три штуки. Взойдет, не взойдет, непонятно. На этой неделе на Южном Урале ожидается настоящее потепление. Да и майские праздники не за горами, а это значит, что жизнь на дачах закипит. Правда, аппетит южноуральским аграриям в этом сезоне придется поумерить. Цены на семена растут как на нитратах, да и качество посадочного материала всерьез просело. За выкупателя мы не боремся, качество мы не соблюдаем. Одна фирма закупает один магазин и тянет выбора. Тянет возможности выбрать что-то, что тебя интересует. Качество семян намного стало хуже. Не всхожие, ломанные очень много. И, соответственно, вес громовка совсем минимальная. Ольга уверена, что сейчас в стране наступила эпоха пересортицы. Значительно понизилась всхожесть семян. Если раньше каждая вторая семечка давала росток, то сейчас бывают и нулевые результаты. Садовод отмечает, что производители якобы не только обвешивают покупателей, но и накручивают прайс. Как заявляют сами торговцы зеленью, Такие улетные цены связаны с подорожавшей транспортной доставкой. А спрос на семена только повышается. Тогда вы ее сейчас подмените. Спрос есть всегда, он был, есть и будет. А ценник, он, естественно, вырос за счет транспортных расходов. Доставка стала сложнее, доставка стала дольше и дороже. Соответственно, цена выросла. Но ассортимент не менялся. И то, что ехал за границей, он также едет. За последние два года ценник на весь садоводческий ассортимент вырос примерно на 40%. А вот разнообразие на прилавках будет только сокращаться. Сегодня на территорию Челябинской области из Казахстана не пустили 32 тонны семян тыквы и подсолнечника, турецких и французских. Основанием для запрета послужило отсутствие документов, подтверждающих законность ввоза данных товаров.